здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего канала с вами снова елена и канал женские секреты 6 февраля я делала обрезку бугенвилий и у меня в комментариях появились вопросы что же с моими бугенвилиями стало также спрашивают показать то что делала я формировку делала я микс и обвивала вокруг опоры все это я вам покажу но прежде чем приступить к показу хочу поздравить всех женщин взрослых юных пожилых с праздником 8 марта пожелать всем в первую очередь здоровья мирного неба над головой любви красоты нежности ласки чтобы вас мужчины ценили любили носили на руках дарили вам подарки чтобы ни в чем вам не отказывали особенно у цветоводов бывает такое что мужчины не всегда разделяют увлечение своих половинок и часто ворчат что много тратится денег на это дело много занимает места и времени но тем не менее мы все равно это делаем делаем для себя для души и вот в прошлом году на 8 марта у меня цвела бугенвилия красная она у меня зацвела еще в декабре и в марте дала вторую волну цветение в этом году у меня к 8 марта распустилась вот такая бугенвилия варигатная когда я ее брала ну а я выставляла на продажу свои укорененные черенки и мне одна женщина написала что можно ли не купить а поменяться в общем она мне притащила вот этот на обмен маленький от росточек и сказала что она у нее сидит уже два года и ни разу не цвела я пересадила ее в хороший грунт двухлитровый горшок и в принципе цветение я не ждала но я ее обрезала взяла с нее черенки укорененный черенок зацвел еще в стаканчике в 200 граммовом конечно он сейчас уже отцвел в общем у меня цветение пошло несмотря на то что я показывала обрезку и рассказывала как стимулировать цветение но к своему стыду может быть я еще до сих пор подкормки не делала потому что ждала лампы прежде чем стимулировать цветение нужно дать цветам хороший свет лампы наконец-то пришли теперь буду делать кардинальную перестановку в комнате чтобы бугенвилии у меня зацветали и крупные экземпляры я буду пересаживать обязательно покажу пересадку но с малышами там все понятно я уже показывала и вот такая красотка это сорт дон марио мамочка у меня нет свела еще это должен быть малиновый а вот малыш посаженный в пол-литровый стаканчик набрал уже бутончики то есть я уже увижу цветение но тут видно что он будет именно малиновый не какой-то вот этому растению один год вот такие растения небольшие в пол-литровых стаканах у меня идут на реализацию были в прошлой весной маленькие но вот я укореняла и той весной и делала обрезку этой весной прошлом году я попозже где-то в конце марта резала в этом году решила порезать пораньше чтобы успеть укоренить до начала дачного сезона и не заниматься черенками когда уже дачный сезон начинается но и плюс и цветение посмотреть полноценное сейчас солнышко уже достаточно ну конечно для пышного хорошего цветения бугенвили необходимо не менее 6 часов прямых солнечных лучей или хорошую подсветку что касается подсветки те кто боятся заводить бугенвили вообще цветок это очень благодарный и совершенно не капризный покажу я вам потом какие лампы можно приспособить в общем если у вас нет стеллажей и вы не занимаетесь профессионально цветами и вы хотите чтобы поставить вот у меня часто покупатели спрашивают говорят она же высокой вырастает но высокой это смотря как вы ее будете формировать люди хотят сделать вертикальное озеленение допустим где-то в углу и совсем не обязательно для этого ставить стеллаж можно поставить ее для начала на какую-то табуреточку или на стол в уголок комнаты и единственно что сделать ей подсветку это может быть индивидуальная лампа вот такие фитолампы сейчас можно купить без проблем в в садовых магазинах или на зоне на вал борисе такие бывают вот такие бывают лампы то есть они вкручиваются в обычный цоколь любого светильника какой у вас есть можно сделать подвесной чтобы регулировать высоту или стационарный поставить вкрутить в какую-то старенькую лампу обеспечить свое растение полноценным светом и она будет у вас цвести то есть лампа будет светить непосредственно на растение подсветку можно включать утром и вечером если туда солнечный свет попадает если не попадает то в течение а хотя бы часов 8 10 чтобы эта лампа горела и тогда ваша бугенвилия будет чувствовать себя отлично в сухом воздухе комнаты чувствуют они себя прекрасно к недостатку влаги относятся очень даже спокойно но по ним видно если вы их не полили вовремя они листочки вот начинают немножечко увядать кто-то разводит томаты допустим и огурцы видите видели что листья теряют тугар когда растение хочет пить то же самое и бугенвилия но однако она от этого сильно не страдает стоит только полить и через час листочки все ново живенькие бодренькие очень удобно фитильный полив делать но большие горшки которые по два по три литра конечно они так сильно не перри не пересыхают так быстро подкормкам она тоже особо не требовательна но а подкормках и об обрезке я рассказывала уже в предыдущих видео можете посмотреть так вот так на стеллаже у меня тут есть парочка те которые не поместились вот они уже дали боковые побеги и на них могут даже и подсвести это пол-литровые стаканы это те которые на продажу они стоят вот так на бутылках тут даже фитильного полива как такового нет они сами туда опускают корни и вот боковые побеги просыпаются и возможно даже эти малыши подсветут есть вот такие маленькие их я еще не прищипывала буду тоже прищипывать но вот этот один подрезанный пока еще боковушек нет но почки уже как бы набухли здесь совсем маленькие так вот этот я подрезал он он большом горшке он не зацветет но у него вот просыпаются боковые побеги здесь проснулась почка здесь и вот этот верхний побег он стартану очень сильно поэтому его я тоже подрежу маленько чтобы она не вытягивалась в одну палку так теперь верхний стеллаж это те которые были пересажены в литровые горшочки у них уже корни начали пробиваться для них я заказала горшочки новые буду их переваливать в два литра в красивые горшки и оставлять на цветение вот боковой побег пошел здесь еще один побег пошел то есть просыпаются цветочные почки здесь не очень удобно их показывать они высоко я стою на стульчике чтобы вам показать вот появился боковой побег здесь почка проснулась и на макушке проснулась одна и вторая вот две почки эти у меня пойдут на цветение здесь тоже корневая система уже заполнила а литровый объем их тут 12 сортов двенадцать горшков но практически все разные так пониже такие это вот то что у меня идет на продажу литровых горшках вот это вот пора прищипывать она слишком длинная вот так поменьше тоже с уже после обрезки дала боковой побег здесь у меня совсем малыши стоят их тоже будут вот эти пересажу после праздников в двухлитровые горшки должны прийти через неделю а на их место полулитровый пересадятся вот эти вот и там еще несколько гибискусов у меня стоит так но вот эти красотки идут у меня на продажу они у меня стоят на стеллаже в коридоре сейчас я залезу посмотрите не буду я их все дергать вот после обрезки пошел один побег расти пошел второй побег расти вот здесь видно где молодые вот тут стартанул там он вообще длинный его тоже надо подрезать здесь боковые побеги здесь боковой побег пусть они начали пушиться вот этот хорошенький кустик но вот этот уже в литровый горшок пересажены смотрите какая корневая система конечно им бы уже найти своих хозяев и переехать здесь вот была обрезка и вот пошел побег боковой там уже такие джунгли что лишний раз я их трогать не хочу у этой листочки макушка покраснела значит она собирается цвести да вот она уже набирает бутончики так ну вот это то что я формировала вот этот на штамбе я показывал нижние листья отсушивают это вполне нормально вот я его закручиваю меня просто спрашивала одна из подписчиц что с моими бугенвилями вот они были совсем малепусечки сейчас они вот так вот я их потихонечку подкручиваю я показывала видео и как раз вот был задан вопрос по поводу того как мои вот эти эксперименты по формировке то есть здесь микс из шести сортов я хочу сделать такое деревце на этот штамб нижние все буду выщипывать и цветение чтобы было на макушке это еще один горшок тоже микс из шести сортов вот тут надо уже подвязывать они уже потянулись они дали побеги и подвязывать их формировать нужно пока они мягенькие вот так вот по спирали но про эту формировку у меня есть отдельное видео вот тут один сорт он стартанул вот там сильно его надо прищипнуть так ну а тут у меня мамашки стоят то есть это маточные кусты они немножечко сейчас опустили листочки вот стоят они без подсветки поэтому я не тороплюсь их стимулировать на цветение сторона у меня солнечная но здесь получается где-то с 12 часов и часов до 4 солнышко попадает им немножко маловато поэтому прежде чем их пересадить и простимулировать на цветение я их просто обрезала обработала вот на днях буду делать еще одну обработку вот эта веточка вниз направилась и она дала здесь побег здесь побег здесь побег так вот здесь вот это то есть это будет вот эта молоденькая это у меня заказала женщина и не забрала до сих пор так вот смотрите вот была обрезка и вот выдала боковой побег здесь выдала боковой побег вот здесь проснулась почка вот здесь проснулась почка то есть цветение у них будет надо им дать свежий грунт потому что эти я не пересаживаю уже года два наверное если не три так зашла с другой стороны тут солнышко поменьше лучше видно так вот у нас была обрезка вот обрезка вот обрезка вот пошел боковой эти я завернула здесь вот вот пошел побег молодой вот пошел побег молодой то есть это уже будет у нас вот пошел побег молодой цветение они стоят в куче я планирую их пересадить горшки менять не буду буду менять только грунт и заказала лампу вот она только-только пришла буду делать тут кардинальную перестановку вот эти джунгли я опущу пониже потому что чтоб цветение было на уровне зрения они на не под потолком на все времени не хватает поэтому уже показываю как есть так вот смотрите вот идет побег вот я его прищипнула вот просыпается почка вот просыпается почка так здесь вот просыпается почка это вот месяц после обрезки ничем не кормила они только поливала и сделала профилактическую обработку от паутинного клеща вот после пересадки когда они получат свежий грунт тогда и буду уже их стимулировать на цветение про это у меня есть отдельное видео как выходим на цветение называется прежде чем заставить растение цвести надо дать ему свежий грунт и много-много света вон там красавица у меня уже зацвела в общем там вот эти джунгли я хочу у меня висит вот такой светильник потолку подвешенный в прошлом году они стояли здесь сейчас они уже не поместятся вот столик пониже это все освободится богин вилле переедут сюда а вон те пересадятся в двухлитровые горшки переедут на их место но у меня два крюка в потолке и хочу я подвесить большую лампу на 40 ватт вот эта лампа у меня есть она как бы вроде бы на 36 стоит дорого но что-то я сомневаюсь хотя под ней в прошлом году цвели а вон та первенькая она у меня зацвела без всякой стимуляции без всякой подсветки просто ей хватает солнышко окно прикрыто калькой и вот она уже зацвела ну и конечно для тех кто хочет приобрести бугенвилле ссылочка на мой на мою группу вайбере будет в описании под этим видео почта я не отправляю но в принципе подумываю на весну когда вот будет плюсовая температура возможно и отправка потому что я вот смотрела в интернет магазинах если маленькие укорененные черенки 200 граммовых стаканчиков ценники начинаются от трехсот пятидесяти вот такие уже шестьсот восемьсот то есть но это годовалое растение тем более что она уже набрала бутоны это полноценное вот его можно пересадить после цветения или сейчас даже аккуратненько дать ему побольше объем и она будет свести на протяжении долгого времени вообще при достатке питания и света бугенвилле может свести 10 месяцев без передышки представляете да если вот в марте она начнет свести и до самой зимы будет длиться это цветение тем более что при желании можно их вывести на дачный участок но мою всю коллекцию конечно я не повезу туда если у вас есть солнечная лоджия или солнечный подоконник то летом никакой досветки им не надо единственное что только нужно будет своевременно поливать и проверять здоровье растения так как в сухом жарком воздухе паутинный клещ может одолеть а все остальное она переносит стойко те кто бывали в жарких странах наверняка видели эти красивые лианы ну они растут вдоль дорог вдоль заборов во всех санаториях пансионатах отелях на побережье теплого моря там где много солнышка там они зимуют в открытом грунте конечно в северных регионах мы их выращиваем только в комнатной культуре и тем не менее маточники которые я вывозила позапрошлое летом в теплицу а потом уже летом выставляла на улицу цвели они у меня шикарно и в этом году я провожу эксперимент я один горшок с двумя или тремя бугенвилиями на пробу спустила в погреб на хранение вместе с гортензиями посмотрю как они перезимуют или не перезимуют если перезимуют то это будет вообще чудесно то есть представляете можно вырастить большое растение и в горшке на зиму опускать его в погреб или подвал и весной выставлять на улицу и будет прекрасно оно цвести солнышка летом у нас предостаточно а единственная корневая система не не любит охлаждение ниже 5 градусов но в погребе у нас около ноля поэтому буду испытывать может быть какие-то сорта переживут какие-то нет есть сорта разные и крупные и мелкие у меня 11 сортов я насчитала да вот этот вот десятый я покупала и еще одиннадцатый купила недавно тоже вариегатный только ярко розовые должны быть цветки тоже купила совсем малюсенький черенок и сейчас она у меня уже почти такая же то есть если хорошо ее кормить и хорошо за ней ухаживать растет она очень быстро укореняется она так себе это нужно к ней приспособиться и вот как раз хотела про укоренение вам рассказать вот шестого февраля когда я делала кардинальную обрезку своим бугенвильем черенки я настригла и поставила я их под колпачок вот в такую ячейку поставила просто стаканчики и сюда налила лила ради грин синий также как когда вот гортензии черенковала у меня остался раствор сейчас уже все это мутно накрыла я все это колпачком поставила для того чтобы на следующий день пересадить и вот прошел уже целый месяц и я так и не сподобилась их пересадить и хочу я вам вот что показать стояли они у меня в воде без всякого ухода без всякого внимания просто на стеллаже с лампой мало того что пошли ну конечно подопревшие листики есть потому что я туда практически не заглядывала и можно сказать я про них забыла пошли молодые побеги и появились корешки то есть в воде без всяких танцев с бубнами очень хорошие корешочки на некоторых появился калус на некоторых уже прям полноценные корни развились то есть сейчас уже никаких у кореняшек делать им не надо их можно просто смело высаживать стаканчики с грунтом вот здесь не на всех но тоже есть это вот сорт дон марио на 2 вижу корни так это розовая крупноцветковая тоже проснулись уже побеги и появились корешки розовая махровая дала корни то есть укоренение вообще прошло без всякого моего участия конечно черенки я уже теперь не буду утилизировать я уже думала что их придется выбросить но они вот вы мало того что они выжили они еще и укоренились таких спартанских условиях ну и конечно раз уж начала разговор про цветы прошлом году у меня цвели вот эти два олеандра они у меня зацвели 8 марта первые цветы дали сегодня вот 6 марта и оба они и вот этот и вот этот набрали бутоны чуть-чуть они призадержались просто в этом году я хотелось не взять черенки подрезала их вот вместе с бугенвилиями сделала им обрезку черенки укоренить у меня не получилось видно рановато я их резанула но зато они дали новые побеги и набирают бутоны потому что было у меня две ветки если бы я их не обрезала по две ветки бы и цвели поскольку я делала им срезку на каждый из веток развились по два побега здесь один вышел из 2 то есть цветение будет не только на основном стебле вернее основной стебель у них не цветет поэтому их резать все равно нужно но резать их нужно было после цветения они до цветения но тем не менее у меня получится не по два цветочка но там даже не цветочки там целые соцветия получается а будет гораздо больше и теперь я их резать уже буду после цветения цвели они у меня шикарно в прошлом сезоне но на это радостной ноте хочу с вами попрощаться кому видео понравилось ставьте пожалуйста лайки подписывайтесь на канал приходите приезжайте ко мне за цветами смотрите мои видеоролики по уходу за растениями огромная благодарность всем кто отправляет помощь у меня есть страница поддержки канала люди отправляют мне некоторые пожертвования на развитие канала потому что сами понимаете что много растений купить для того чтобы проводить над ними эксперименты плюс к ним нужны горшки к ним нужны лампы к ним нужен нужен грунт удобрение и прочее очень много экспериментальных растений у меня на участке это целая коллекция гортензий и метельчатых и крупнолистных это целая коллекция роз это целая коллекция клематисов несколько сортов винограда и все это я покупаю за свои деньги и конечно не все выживают в северных регионах у нас антимансийский автономный округ югра достаточно суровые у нас зимы но снежные поэтому чем больше чем дольше зима тем больше хочется цветов и тем больше хочется какой-то красоты за этот короткий промежуток времени но у нас есть у нас зато белые ночи и конец мая и весь июнь очень очень много солнечного света и для цветов это всегда благоприятно сказывается конечно не все растения выживают ну понятно что эксперимент есть эксперимент единственное что нужно для него финансирование муж мне уже за это дело неоднократно делал выговоры но я все равно не успокаиваюсь потому что часть растений я продаю и на вырученные деньги конечно покупаю новые растения новые удобрения новые стеллажи новые лампы и и так у меня продолжается бесконечно всем удачи пишите комментарии ставьте лайки жду вас снова на своем канале а 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 Продолжение следует...